Следующий простой пример именно для того, чтобы привыкнуть к этой ситуации. Вот некоторый путь, два тела прошли с разными скоростями. Значит, первое тело, в зависимости от него скорость такая, V1 от S, а второе тело двигалось вот так вот. Это второй график, график функции V2. Пожалуйста, скажите, что больше, T1 или T2? Что больше, T1 или T2? T2 больше. Так, это верно, я согласен, потому что мы видим, в каждой точке пути скорость V2 меньше, чем V1. Ну, значит, времени во втором случае потребуется большее на прохождение этого пути. Хорошо. Привыкли к этой задачи. В такой зависимости.